снова я обращаюсь к своему периоду настоящему в которой я обрабатываю и готовлю к изданию русские волшебные народные сказки и между этими сказками некоторые моменты я еще раз вам хотел пояснить чтобы еще раз поняли этот момент дело в том что все русские народные сказки они писались всего лишь один раз тогда когда у нас на руси были губернии и с тех пор смею как говорится заметить насчет себя что до меня пока не было человека который мог бы хотя бы отретушировать эти сказки потому что когда афанасьев их публиковал он не смог даже заметить сюжеты он их публиковал просто полным набором не разбирал не систематизировал не объяснял ну то есть не приводил в порядок я же не то что привожу в порядок я объясняю о чем сказки и пишу это не то что изменяя полностью там саму сказку а в определенном таком знаете алгоритме и последнее что я в данном ролике о сказках скажу это то что все сказки написаны только о географии мира и поэтому для собирания русских волшебных народных сказок было создано русско-географическое общество которое и передало после собрания своего к пятидесятому году девятнадцатого века все нас собранные сказки афанасьеву который в пятьдесят пятом начал издавать их первый том вышел в пятьдесят пятом году так вот почему не рождалось сказочников вообще я не говорю про чуковского который извращенец просто по всем своим параметрам потому что он из того каменно угольного народа который по первоначальной своей этимологии мозга он сам извращенный этот народ я не говорю про него я не говорю про агнию борта у которой идет бычок пьяный качается и тому подобное просто не специалист этого не поймет в чем заключается извращение этих авторов а простые люди будут потреблять эти извращенские вещи так же как например потребляется различные художественные фильмы где убийства где менты там где сути такие продажи вот это все это специальная такая подача определенной части населения своих произведений для того чтобы разрушить все население земли чтобы она превратилась кишащих таких червей так вот что интересно среди сказок который опубликовал свое время афанасьев я еще ввожу некоторые дополнительные свои сказки которые так скажем на ту же тему на тему сакральной геометрии географии нашей вселенной нашего мира и здесь вот я недавно буквально может быть две или три недели тому назад закончил писать сказку которую пока я назвал северное сияние это рабочий вариант сказки я вам ее сейчас прочту просто для того чтобы вы понимали ну какой язык у сказок что ли не знаю вот который приходится или который удается самому сочинить и самое интересное сейчас что я вам скажу вы знаете здесь есть одна команда которая занимается регрессивным гипнозом и у них по моему под номером 504 только что вот буквально день назад вышел какой-то очередной сеанс гипноза этого регрессивного где девушка там по имени ирина рассказывает про то самое северное сияние только не про само это сияние а про явление которое наблюдается в определенных местах тех самых близких к северному полюсу ну относительно конечно близких где живут этих самые кочевники и вот что удивительно она примерно час или полтора описывала это явление а я прям узнаю дело в том что в моей этой сказке оно и описано и я до сих пор не могу понять каким образом у нас с этой командой то есть у меня с этой командой частенько пересекаются потоки информации я удивляюсь честно говоря вот я вам признаюсь что я у них никогда не ворую не беру эти самые моменты почему потому что я все успеваю заранее даже иногда за несколько месяцев и несколько лет опубликовать уже у себя либо в книге либо в каком-то ролике а потом я просто смотрю и вижу как подтверждается вплоть до фамилии до разных даже точек вот здесь тот самый момент кому будет интересно после того как я прочту свою сказку она не такая большая вы просто зайдите 504 номер их выступления и там где-то середины этого выступления вы услышите про это явление я еще к нему тогда после сказки вернусь теперь сказку читаю значит сразу говорю что она приписана к мурманской губернии туда к этому месту в самые первые времена летали ветры буйные над просторами верхними забрались высоко к самому куполу смотрели как воды небесные там амута вверх поднимают и уходят они в самую что ни на есть дыру засмотрелись было ветры буйные на чудо небесное и глядь а из той самой дыры ладья расписная выплывает баками посверкивает кормою искры высекает не весел на ней не крыльев нет летит и глазищами многими на наш мир зыркает тогда один из ветров по имени северка отважился и подлетел к этой ладье разузнать замыслы гостей незваных подлетел смотрит не деревянная не каменная не оловянная крыльями не машет а летит пламена яркие не из пасти как змей горыныч а из-под хвоста своего выпускает всей своей силой жахнул северка по ладье а ей ничего разогнался разлетелся он и с новой силой ударил по посудине всем своим напором налег а ладье снова ничего бился с ладьей северка до самого вечера у ладьи только нос покраснел а вот закатник мудрый и повидавший на своих веках многие окончания героических битв ему и говорит давным давно когда я был еще жалкой струйкой в бороде своего отца стри бога поговаривали случится мол так с неба лодка приплывет и не будет на ней не весел не крыльев и много-много глаз ой долетал я знаю ответил ему северка а ты вот дед закатника лучше скажи сам ты случаем в эту ладью не заглядывал может расскажешь что там внутри чудо этого чудесного закатник дунул пару вздохов не тнулся на полдень попятился на полночь еще раз отваги набрался и решился все рассказать ладья это зовется трансцендентной произнес он дед ты слова то выбирай а возь мы на руси матушки нигде нибудь в песках рассыпанных и камнях неотесанных вырастешь узнаешь а пока слушай лодка это может плавать по всю сторону и по ту сторону океана небесного оттуда она и приплыла рассказал закатник что у ладьи есть имя алатырь управляется она словом волшебным басиска и командир на ладье есть его зовут верес помощником ему служит перун а елена прекрасная потеряла связь с властью дед закатник а что такое власть поинтересовался сиверка я так понял это такое же место как и наше только с другой стороны стой откуда ладья это и прибыла я сам слышал как они вспоминали мол барма нашел планету пригодную для переселения дед закатник хитро посмотрел на сиверка и произнес хочешь познакомиться с девицей красавица она с этой ладьи первое вышло конечно хочу но тогда лети на полдень когда реку смородину минуешь на том бережке ее и встретишь рыженькой такая огненная скучает она в одиночестве поиграй с ней она все тебе и расскажет полетел сиверка на южную половину перелетела реку смородину смотрит а на бережке девушка рыжеволосые цветочки собирает да и с бабочками разговаривает сиверка ее аккуратно поднял и с бабочками в догонялки поиграл она смеялась так что на траве роса заискрилась спасибо тебе ветер произнесла девица откуда ты здесь я тебя не узнаю я с севера меня зовут северка мне тебе путь дед мой указал закатник он и сказал что ты стой самой ладьи вышла и стой вздохнула девица выйти вышла а вернуться теперь не могу суженый мой велес зовет меня отнеси меня к ладье хоть одним глазком на нее взгляну а я тебе потом свою историю расскажу от чего не отнести мигом отнесу ответил северка подхватил девицу и ринулся в сторону ладьи но только долетел он до середины реки смородины как силы его покинули северка вернулся на полуденный берег отдохнул и снова ринулся к ладье и опять к середине реки смородины подлетел и сил не осталось пришлось вернуться вот видишь северка не могу я на свою ладью попасть судьба моя такая чем же твоя судьба поведай мне а я пока поразмыслю как нам заклятие это обойти пока северка думал юша свою историю рассказывала прибыли мы с той стороны на которую сюда никак не попадешь мы и прилетели до суда искать место для проживания наша война поглотила когда здесь оказались мне поручили разведать пригодны ли местные условия для нас а я специалист по трансформации пространства отвечаю за переход из явного мира в навий за межгалактические скачки и путешествие по кротовым норм обладаю способностями воздействовать на пространственные тела трансформируя их северка слушал и ничего не понимал он просто любовался рыжеволосой красавицей и ее голосом который был сладше самых пивучих ветров я могу выжить в любом из всех мнимых подпространств обширного комплексного пространства продолжала юша я могу быть девушкой а могу превратиться и в плазмоид в электрическом виде я могу путешествовать по силовым линиям любых планет придумал неожиданно прервал ее северко мы сделаем так ты станешь электрической а я подхвачу тебя подниму высоко-высоко в небо настолько насколько смогу и оттуда мы спустимся к самому моему северному дому на другую сторону от него до ладьи рукой подать так и сделали юша превратилась в зорницу северка поднял ее и понес вверх и вверх а там под самым куполом они середину реки смородины и перемахнули затем словно с горки скатились вниз к самому северному краю вместе с юшей и души лебеди с мертвого берега смородины вернулись на живой мурманский берег этой реки стали они будущими детишками царевной лебедью обернулась юша ступила она на землю до замерзла в них вместе с душами в снежинки превратилась северка взял их и отнес к ладье там снежинки в оконце ладьи посмотрели от радости встречи расплакались и растаяли водами живыми стали и снова в живых существ превратились жили они долго и счастливо но положенное время минуло состарились и они и вода металлами устремились в реку смородину их к мертвому берегу прибила из подталых вот девица юша вышла родных навестила в оконце аллатыря заглянула на суженного своего велеса посмотрела а теперь вернулась на свой бережок в хоромы свои с тех пор так и пошло всякий раз когда юша в мире живых вереса навещает люди северным сиянием любуются в этот день души умерших вместе с птицами перелетными из юшных краев на русь возвращаются до нового своего воплощения вот такая сказка я думаю что многие из вас кто вообще понимает о чем в ней речь поняли ее без перевода я немножко поясню что когда я ее писал а в этой сказке обернута русскими словами вся суть книги власть во власти власти то есть вот вся книга огромная в принципе огромная она здесь на нескольких страницах запечатлено я переводил эту книгу с русского на вот такой русский язык несколько недель это очень сложный процесс по два-три абзаца за раз и каждый абзац может быть раз по 50 по 100 прежде чем выстроился но более-менее я надеюсь внятный и такой певучий текст а что интересно почему я вспомнил именно эту сказку в русле тех самых трансляций которая состоялась сегодня вчера на том самом ресурсе где регрессологи описывает свои видения дело в том что я здесь показал я уже перевожу для тех кто может быть не совсем понял текста я здесь показал как вместе с перелетными птицами возвращаются с юга то есть с того света те самые души человеческие которые на севере на севере заходят уже в нашу игру в наш свет в этот цвет мир живых и в виде будущих детей уже они воплощаются здесь в новые свои жизни вот что я показал в этой сказке и смысл этой сказки именно в этом так вот на севере существует там одним всего словом но под ним есть большое количество разъяснений моих под этим словом одним этим словом показано то что называется зов зов полярного сияния я думаю что из вас никто не слышал что такое явление есть я вот здесь как раз описал потому что выглядит оно очень очень серьезно то есть представляете в определенное время это апрель апрель когда разгораются самые эти северные сияния именно там в точке мурманска приблизительно конечно это все сотни десятки километров нет никакой точки так чтобы встал туда и ты все увидел нет это все такое колоссально большое так вот на небе всплыхают эти полохи а вся природа гудит вот таким знаете земным как его называют стоном земли такие звуки непередаваемые как будто это тысячи каких-то громогласных китов орут вот что-то приблизительно такое причем местные жители это давно знают это называется там у них на севере зовом зовом полярного сияния когда от этого звука которые они слышат и которые они не могут понять откуда он происходит они немного сходят с ума потом после прекращения этого звука когда они приходят себя они не помнят что они делали и что с ними произошло а некоторые просто падают и бьются в конвульсиях от того что у них голова не выдерживает вот этих событий то есть этот зов он так и называется зов северного сияния он некоторых сводит с ума а некоторых переводит совершенно в другое какое-то состояние и таких точек всего две или три по нашему миру вот одна в районе мурманска о которой я и написал в этой сказке и она реальная это действительно явление можно в той или иной силе посмотреть ну не каждый конечно год но в какие-то промежутки иногда это бывает тихо иногда это бывает очень громогласно иногда это бывает вот как ребята из сеанса из своего как они сказали что это бывает иногда прям максимально громко раз в 50 лет но может быть я не знаю и вторая точка она находится там в районе берингового пролива она воздействует очень сильно даже достает до японцев и у японцев есть такие все эти поверье они тоже называют это зовом полярного сияния специально плавают туда чтобы посмотреть то есть они плавают либо туда в беринговый пролив там правда мало всего этого оформленного либо туда в район мурманска там это больше оформлено поэтому японцы и даже китайцы они туда в мурманск летают и что интересно что у всех этих народов которые так или иначе связаны с полярным сиянием по вере одни и те же у всех и у японцев и у китайцев но вот с того берега и у наших северных народов и даже у аляскинских северных народов поверье одни и те же что если увидел северное сияние присутствовал при нем то скоро мол типа женщина вот ребенка родить даже если у нее не было на то способности и раньше никак не получалось то есть северные сияния во всех народах связаны с рождением детей единственной особняком стоит позиции церкви потому что позиция церкви она как всегда извращенная она приписывает северному сиянию извращенную природу она считает что вот рождение детей это плохо что все это там ужасно все это очень гадско и что если человек увидел северное сияние это плохо ему отразиться в будущем но я понимаю что больные люди они могут только креститься а в принципе ничего реального природного не наблюдать не могут у них психика уже с рождение скрещения она сломана сломана тем самым обрядом когда их фактически убивают топят а потом как бы типа воскрешают мне кстати тут один молодой человек написал в комментарии возможно это так я просто не знаю надо будет поизучать вопрос он мне написал что я мол типа заблуждаюсь когда говорю что вот утопили немножко человека потом спасли его и все там как бы нормально он говорит нет на самом деле если вода попадает в легкие туда когда человек тонет заглатывает то она как бы растворяет альвеолы и человек потом через какое-то количество часов и дней то есть через один два три дня начинает так страдать вот от этого разложения альвеол внутри что это намного страшнее чем само утопление человека вот смысл в чем поэтому христиане здесь немножко буксуют когда они притапливают ребеночка при обряде крещения они не только ему психику ломают они возможно ему ломают еще и легкие делая его таким знаете как бы чуть-чуть инвалидом на всю жизнь при своих вот этих вот погружениях ребенка неосмысленного ребенка который кричит боится страх все это переполнять его естественно вода попадает еще непонятная какая-то вода какая-то смесь которой там папы ноги мыли грубо говоря все она попадает еще внутрь но это отдельно так что возвращаясь к этой сказке почему эта сказка чем она совпадает вот с тем что увидели ребята в своем этом гипно трансе дело в том что сама сказка она начинается с момента прилета корабля алатырь который привез сюда на нашу планету экипаж с планеты власть и с этого момента у нас начались здесь властные отношения я думаю что реально это было может быть в 16 веке а может быть даже позже что это был реальный какой-то прилет но прилет имеется виду конечно не на корабле может быть прилет еще и в голове что люди начали понимать что можно реализовать отношение власти у меня описано то что прилетел властный корабль и начал здесь воплощать свои властные отношения этот властелин и которые единственные туда допущены в те места где происходит переселение душ реинкарнации где вас воспроизводится опять население земли всей этой игры то есть это такое место где только избранные обитают и вот что интересно товарищи с регрессивным гипнозом они увидели в то же самое только своими прямыми словами то есть они считают что в швейцарии есть какая-то такая молодежная тусовка где там все даже не особенно молодежные потому что они говорят что королева туда летал в 40 лет когда я исполнилась она стала готова к этому видению то есть такая полумолодежная тусовка тех кто правит миром на самом-самом высоком уровне как королева елизавета а муж ее мол типа уже уровень ниже он не входит в эту тусовку и вот они приезжают туда готовиться годами приезжают в эту точку в мурманск берингов пролив и там они слушают вот эти звуки звуки пения или как иногда говорят стона земли и впадают в тот же самый транс в это состояние эйфории и им это дает уверенность что они настолько такие знаете представители власти такой вот высокой власти которые самые самые высшие на земле то есть они как бы чувствуют что они становятся на один уровень с теми богами которые прилетели когда-то в корабле а лотерея с планеты власть вот смысл в чем и вот до сих пор мне удивительно я честно говоря целые пол суток нахожусь под впечатлением то есть я писал писал эту сказку а на основе той своей книги власть во власти власть которую вы все прекрасно знаете и вдруг в сеансе гипноза повторяется сказка но не то что конечно слово в слово но вот вся канва все направление повествование один в один я не знаю как это происходит может быть действительно но сферы есть может быть действительно мы подключаемся невидимыми какими-то шлангами нитями или подключалками какому-то одному источнику знаний то есть не у каждого свой мозг и серое вещество а есть какое-то общее место где люди могут брать большую ложку и черпать ей какие-то знания какие-то вот рассказы какие-то вещи но для этого нужно быть определенным смыслом подготовленному вот кто-то например через сеансы гипноза подготавливается а кто-то например через погружение в тексты сказок потому что тексты сказок написаны как вы видели они так всегда и писались в те годы старые годы таким знаете ну скажем сказочным языком который вводит в некоторый транс человека и человек просто переключает свое мышление и внимание на совершенно другие вибрации я не буду говорить они там высокий низкий это неправильный в данном случае термин а переводится на вибрации которые совершенно по-другому описывают нашу реальность ну примерно разница здесь знаете какая если мы берем примитивную алгебру дважды два четыре которая описывает нашу реальность и мы можем всегда это посчитать то сказочная реальность она сродни высшей математике где дважды два равен нулю на самом деле где есть эти ошибки они учитываются и там все по-другому чтобы дважды два умножить и получить 4 нужно двойку как я уже говорил вторую поворачивать на 90 градусов то есть там все чётко и каждый шаг за ним следит природа ну и последнее что я здесь скажу да кстати кому интересно будет послушайте это 504 выпуск и послушайте где-то середина самого выпуска там примерно начинается эта тема не самого начала но я продолжаю изучать и интерпретировать наши эти русские волшебные сказки поверьте там много очень интересных моментов скрывается в том числе и по власти нашей с вами родины что она совершенно была не такая никаких романовых сказки нет что тоже думаю что это должно очень сильно настораживать нас потому что по романовым не существует ни городов не деревень и рек которые названы были бы ими то есть этих людей не было и нет их в сказок в то время как все другие персонажи есть и в топонимах и сказках я думаю что романовых придумали где-то примерно в революцию или в двадцатые годы не раньше и все эти всякие фотографии видео которые нам показывают это все подделки а сказки сказки это натуральный натуральный шедевр который произвел народ в огромном своем количестве каждая сказка записана в разные губернии и они перекрывают друг друга иногда несколько сказок одинаковых однотипных записаны в разных губерниях и это показывает что вся страна знала эти сказки вся страна не то что рассказывала их не то что рассказывала их она полностью стопроцентно знала сюжет каждой сказки с достоверностью почти 90 80 процентов к соседней губернии вы представьте вы сегодня новость какую-нибудь по телеку видите а потом начинаете ее в течение веков пересказывать с такой же достоверностью и соседи которые в другой губернии тоже слышали эту новость они вам тоже ее также пересказывают это невозможно и это невозможно почему потому что новость это все фигня а сказки в них зашифрован весь наш мир все его устройство и когда делали русское географическое общество которое собирало сказки она надеялась через сказки найти тот самый метод которым воскрешать бы мертвых с той стороны которые ушли на тот свет